Он побывал в строящемся акушерско-гинекологическом корпусе. Четырехэтажный корпус вместит 30 коек в гинекологическом отделении и 30 в акушерском. Вениамину Кондратьеву показали, как будет выглядеть здание по проекту. Он оценил и внешний вид, и функциональность будущего корпуса. Однако, по мнению руководителя региона, медучреждение площадью почти 20 тысяч квадратных метров может простаивать, если будет принимать только жители Кореновска. Корректировка проекта была сделана в прошлом году. Именно на предмет начинить технологическим оборудованием, хотя бы по минимуму, чтобы обеспечить все потребности двух отделений. Гинекологическое. Если здание построено по максимуму, начинить его по минимуму, но это не принимается. Вопрос только в том, что мы имеем сегодня современное, красивое здание. Оно должно быть или многофункциональным, или использоваться на все 100%. Просто выбросить деньги для того, чтобы это здание было в Кореновске, большие деньги. Это неправильно. Это бесхозяйственность в полной степени. Поэтому, если исходить из того, что сегодня оно построено по максимуму, давайте его по максимуму загрузим. Максимум давайте сделаем из него, может, как уже предложение прозвучало, межрайонный перинациональный центр. Окончание строительных работ намечено на 2016 год. Сейчас в первом блоке завершаются кровельные работы. Установлены окна, проводится отделка внутренних помещений. Во втором блоке ведутся электромонтажные работы. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что новый медицинский центр недостаточно будет обеспечить высокотехнологичным оборудованием. Муниципалитету нужны будут высококлассные кадры. В районе принята дорожная карта, предусматривающая приобретение квартир для медработников, а также выделение субсидий на аренду жилья, получение стипендий, обучение в медицинских вузах. Кроме того, уже выбран участок, где будет строиться многоквартирный дом для врачей. Перспективы развития муниципалитета Кондратьев обсудит с кореновскими общественниками. Продолжение следует...